Это видео, которое выходит в мой день рождения, поэтому я специально смотрю все это старое для того, чтобы понять, а что во мне нового и как я изменился за это время. Просто вы все в шоте, я в костюме. В костюме. Хочу пожелать всем будущим выпускникам терпения и чтобы они хорошо относились к моим учителям. Я как будто выпил уже. И на меня смотрит Петрова. А, Петрова, Петрова, я очень любил Петрова. Вот справа от меня на видео моя любовь. Петрова Маша. У нас с ней не состыковалось. Машка, тебе привет. Будешь смотреть это видео, знай, я тебя до сих пор люблю. Вау, вау, о май гад, нет. Вы нашли, вы нашли это видео. Боже, боже, боже. Я такой себя любимый был раньше. Я так любил себя, боже. Я так вот это вот. Для меня это было важнее всего. Вот как будто единственное, чем я могу достичь успеха, это моя красота. Мое себя любие. И совершенство. Ну, так и мне осталось сейчас. Просто я об этом никого не говорю. Боже, боже. Без тщеславия не вытянешь и рыбку из... Не работает. Без тщеславия я бы не понял, что это не очень. И что после этого должно это все трансформироваться в нечто более, скажем, полезное для общества. И это произошло. Сто процентов. Плотный график выступлений. Скорее нет, чем да. Чего ты такой застенчивый там сижу? Боже, я везде, везде, везде кто-то другой. Я везде как будто играю. Я как-то маску одеваю. Спасибо, что показали мне эти видео. Я очень часто задумываюсь о том, что нельзя переписать собственные песни. Ну, то есть, написать лучше, чем ты написал. Но в итоге в это лето родилось очень много песен, которые мне в итоге нравятся больше. А, это я говорю про рендор, наверное. Про запись второго альбома. Но то, как я это говорю. Это же бесит. Вань, дай определение к тому, чем ты занимаешься. Это производство продаваемого продукта или это творчество? Я занимаюсь самодеятельностью. Красавчик. Ваня, что такое пошлость? Пошлость? Да. Не знаю. По мне это проявление безмолвности. Я на самом деле такое легкое отношение ко всему. Да, я легко ко всему отношусь. Из-за всякого негатива достаю какую-то... По позитивному безусловно. Да. Это нервный контент, однозначно. То есть, как бы, несмотря на то, что я тут улыбаюсь, я, ну, ты все равно переживаю какую-то херню по этому поводу. Потому что, блин, ну... И мне кажется, это естественно. Ты должен смотреть на себя в прошлом и ненавидеть. В какой-то степени. Мне кажется, должно пройти больше времени для того, чтобы ты полюбил себя в детстве. И понял. Оп, вот безмозглый, но ты такой хороший, а. Это да. Я икона стиля вообще, если честно. Вы заметили? Это ж надо понимать тоже с точки зрения, чем я в тот момент насыщался, на что я смотрел, чем мне хотелось. Может, это и неплохое сочетание, кстати говоря. Почему я каждый раз так сильно потею, когда я вижу себя, я как-то не помаю. Почему это так происходит? Я не понимаю. Почему я потею, когда вижу, как я пою? А еще, особенно, когда лажа, это все как-то лажает. С другой стороны, я это могу объяснить. Я это могу спокойно объяснить. Но не буду. Не, ну что? А он лажал больше, чем я. Я лажал так много. Я там толстый. Не важно, как ты спел на шоу. Важно, что ты потом делаешь с этим. Зарядка. Сделать зарядку. Мне кажется, я просыпаюсь, чтобы сделать зарядку. А дальше все равно со мной приходит. День моего рождения. Сразу же после процесса самого рождения, потому что, ну как-то... Это странно заново переживать. Когда меня не взяли на фабрику звезд 6. Уверенности и в себе, наверное. И любви к себе не хватает. Ничего страшного. Она появится, не надо ее искать. Надо понять, что вам нравится. Что вам нравится по жизни. И вы найдете цель. А вы видели клип паранормальных? Майхами. Это самый первый клип в моей музыкальной карьере. Так, 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 так. О, боже. О, боже. О, боже. Мне просто стыдно, пи***ь. Каждый раз, когда я смотрю, причем я пересматриваю это, для того, чтобы испытать, наверное, этот стыд. С другой стороны, ну что, это прошлое, но как бы... И классно, что оно есть. От него никуда не избавиться. Если нужна вам история для вдохновения, которая говорит, что даже такие люди куда-то пробились и к чему-то пришли, и в итоге счастливы, вот, то это вот как раз вот при меня можно начинать с этого. С клипа Майхани Паранормально. Мне тогда эти прыжки по воде, а вот эти все мои движения казались чем-то вышкой, вышкой вообще искусства. Сейчас на это смотрю, думаю, боже, как выпендрежник максимальнейший, ничего, кроме своего прекрасного тела, которое, наверное, по поводу которого уж делеют все дамы, которые видят этот клип, мне, наверное, больше в голову ничего не приходило. Вот я просто не понимаю. Как я уверенно могу себя чувствовать в этом образе, ведя себя так? Так, давайте сразу поясним ситуацию, да? Окей? Это не я написал, я не имею никакого отношения к этой песне. В заключении я хочу сказать, что я такой же и остался. Просто я все это понял и принял. Я достиг того, наверное, что мне нужно было в тот момент. Славы, денег, женщин. Теперь у меня есть все это, и теперь оно мне бельмом в глазу не светит. У меня есть какие-то другие свои цели. Как минимум четвертый альбом, который мы уже написали, и скоро вы его услышите. Вот, вот мое главное объявление вам на свой день рождения. Все. Вот такие новости. Спасибо всем огромное. Будьте счастливы и любите себя. Принимайте себя такими, какие вы есть. Будет намного легче.